У населения, у тех, кто проживает в жилищном фонде, получается, что они осуществляют деятельность как раз по сбору. А в отношении школ, как раз детских садов, это их собственные отходы, они имеют право их накапливать. И поэтому им, если вопрос, я так понимаю, касается именно школ и муниципальных учреждений, здесь им не нужна будет лиц. И они будут передавать им той организации, которая имеет право на сбор и на транспорт. Все понятно. А можно вопрос еще по КГМ? Вот мы сейчас проговорили, да, ну, управляющей компанией, да, то есть по сбору, значит, допустим, и по транспортировке, это мы будем так говорить, по городу Хабаровску заключаем договор со специализированной организацией, то есть МУПСАК, да, договоре у нас это все и прописано, сбор и транспортировка, и утилизация, и все. У нас вопрос только касается крупногабарита. Вот девушка сейчас сказала, да, ну, я так называю, извините, конечно, что это крупногабаритные отходы, это пятый класс, это пятый класс, да? Вот, пятый класс, то есть на них лицензия не нужна. Но у меня возникает вопрос, если мы, допустим, да, на этот крупногабарит, сейчас на сегодняшний момент все управляющие компании, организации, которые занимаются МКД, ну, многоквартирными домами, вывозят этот крупногабарит сами. То есть, получается, это пятый класс подходов, да, вот, и так как мы их сами с контейнерных площадок, у нас нету договора по вывозу КГМ со спецавтохозяйством, потому что у них нету на это дело, будем так говорить, силы возможностей вывозить крупногабаритный мусор. То есть, понятно, да, это вот эти диваны там, холодильники там, еще там что-то там, которые жильцы наносят. И на сегодняшний момент мы, как управляющая компания, этот мусор крупногабаритный сами транспортируем за талоны спецавтохозяйства, которые мы там приобретаем, на утилизацию им на полигон. Нам, получается, тогда что? Все-таки, значит, нужна будет лицензия на транспортировку вот этих отходов от контейнерной площадки, значит, до полигона спецавтохозяйства. Я, например, отмечу к вам. Да, вот нам главный вопрос. Не лицензируется. Не лицензируется. Не лицензируется. Лицензирование подбежит только первого, четвертого класса. То есть, мы можем, крупногабарит, спокойно возить на полигон спецавтохозяйства по талонам. Объект, внесенный в Борово.